Друзья, привет! Ну что, мы начинаем уже наши университетские уроки от ректора МЛО университета Валентина Войнова. И вы знаете, у нас 14 числа стартует наше обучение, но не терпится, мне уже хочется вам что-то рассказывать. И то, что мы будем сегодня говорить, это, конечно, вне программы, но очень важно. Считайте, что это такая, знаете, факультативная вещь, но те, кто ее поймут, поймут очень многое. Ну что, у нас потихонечку нарастает количество людей. Я думаю, что вы готовы. Поставьте мне огонечки, если вы готовы, и мы будем начинать. Давайте, не скупитесь на огонечки, и мы попрем. Есть сердечки, а есть огонечки. Сердечки, вы просто меня любите, огонечки, что вы готовы. Ну супер, погнали. Итак, у нас сегодня тема про культуру-мультуру. Но если быть серьезным, то мы сегодня с вами поговорим про очень важную вещь, которая сильно недооценена в сетевой индустрии. И, возможно, она недооценена сетевиками настолько, что мы не можем ее рассказать и показать миру, и поэтому нас не очень любят. Я для начала сделаю небольшую методологическую часть, а потом буду всегда очень благодарен вам, если будете задавать какие-то вопросы. Прямо здесь, в прямом эфире, я вам буду в прямом эфире отвечать. Договорились? Итак, поехали. Я уже не буду говорить о том, что изменился мир. Я хочу сразу рассказать, что в этом мире изменилось. Смотрите, друзья. Мир прошел несколько эпох. Попробуйте сегодня определить, в какой эпохе находитесь вы, ваша компания, ваше окружение. Начнем с простого. Была сельскохозяйственная эпоха. До сих пор некоторые компании и некоторые люди, некоторые мозги находятся в этой сельскохозяйственной эпохе. Кто там крутой в этой эпохе? А крутой тот, у кого что? Больше земли. Вот чем больше у меня земли, тем больше у меня пазбищ. Мои главные орудия труда это что? Ну, раньше это было мотыга, потом трактор, сегодня это какие-то там современные технологии. Но крут ты тем, что у тебя больше земли и что на этой земле находится. Понимаете, о чем я говорю? Ставьте мне какие-то комментарии, чтобы вы понимаете. Идем дальше. Следующая эпоха индустриальная. Кто крутой в индустриальной эпохе? Тот, у кого заводы, фабрики, какие-то производства. Там Форд придумал конвейер, кто-то придумал там станки с числовым градным управлением. Сегодня там где-то роботы, там же выполняют эту задачу. Крут тот, у кого есть что-то, которое производит промышленные товары. Вот если в первом случае это товары для того, чтобы покушать, продовольственные, то в втором случае это какие-то промышленные товары. Ну и вы понимаете, что эта эпоха началась не так давно, там, ну сколько лет, лет сто, наверное. Потом пришел интернет и компьютеры. И возникла новая эпоха. Так называемая эпоха информационная. Вы даже наверняка слышали такой термин. Информация правит мир. Ну типа, если ты владеешь информацией, владеешь всем. Такое было, это было совсем недавно. Это не было сто лет назад. Это было какое-то количество десятков лет назад. Кто был крутой в информационную эпоху? Ну, программисты, да, все, кто понимает программ обеспечение, приложения. Но ключевым моментом, и отличительным от того, что было до этого, это уже не товары, которые мы кладем в рот. Это не товары, которые мы одеваем на себя. А это какие-то товары, которые вроде бы не видно. И чем круче у тебя программное обеспечение, ну, вы знаете, да, всю эту историю Apple и Microsoft, там же все боролись за программное обеспечение, на этом же был взлет. То есть, это то, что позволяет компьютерам общаться друг с другом. Ну, допустим, у меня Apple, а у вас Samsung. И чтобы наши компьютеры могли друг другу звонить, пересылать тексты, фотографии, у них стоит какое-то программное обеспечение. И получается, что мы вот сегодня с вами разговариваем, и вы на разных устройствах, кто-то на мобильном устройстве, кто-то на стационарном устройстве. Но что наши компьютеры, мой, кодирует, а ваш, раскодирует, дешифрует то, что я говорю, вы меня видите, надеюсь, слышите хорошо. Поставьте, кстати, десяточки, если вам хорошо. Слышно и видно. То есть, получается, что мы платим за товары другого назначения. И крут тот, у кого круче программное обеспечение. Понимаете, о чем я говорю? Не просто железо, а программное обеспечение. То есть, информационные продукты раньше не покупали, сегодня покупают. И все больше и больше. И раньше за это деньги, казалось, ну кто сто лет назад думал, что будет за это платить? Даже в фантастических фильмах этого не было. А сегодня это компании, которые выходят в топовые компании по продажам. То есть, не товары, которые производят еду или одежду, а товары, которые производят какие-то инфопродукты, информационные продукты. Понимаете, о чем я говорю? Но это еще не все. Сегодня мы вступили уже в следующую эру, когда рулят не просто потоки информации, не просто бигдаты, а сегодня рулят знания. Мы вступили в знаниевую эпоху. И если у тебя есть бигдата, но ты не понимаешь, какие пользы у вас, ты не можешь из нее извлечь какой-то актив и как-то поставить себе ее на службу, она бесполезна. Даже если ты ее через парадное обеспечение достал. Поэтому сегодня очень важно сообщество и команды. Потому что знания живут не в компьютерах. В компьютерах живут данные и информация. А знание живет в голове. В голове у эксперта. У того, кто шарит. Конечно, очень круто, когда эксперт и компьютер дружат между собой. Тогда, соответственно, эксперт может еще что управлять своим знанием и активом еще круче. Но вот тут мы подходим к самому главному, к нашей сегодняшней теме. Дело в том, что экспертиза от одного человека, от одного эксперта всегда проигрывает экспертизе группы экспертов. Ну, то есть, у меня в мире воинов, один в поле воинов, я вот так живу раньше. Но сегодня я понимаю, что если я что-то знаю, есть кто-то, кто что-то знает, есть вы, который что-то знает, реально что-то знает. То есть, это знание, ты понимаешь предмет, и ты умеешь этим пользоваться. И мы соединились с вами, вот эти несколько экспертов, и мы можем из своей головы, из своего сердца, с точки зрения отношений, эти знания, не данные, не бумажками обмениваться, не файлами обмениваться, а знаниями, то есть, пониманием предмета еще раз, и лучшими практиками. То есть, если ты эксперт, то у тебя получается лучше, чем у не эксперта. И если мы с вами начинаем этим обмениваться, мы точно победим того, кто что, один свое знание под одеялом точен. То есть, в знаниям в эпохе побеждает сообщество и команды людей, экспертов, которые объединены какой-то целью, и у них есть какие-то, внимание, технологии обмена этими знаниями. То есть, у компьютеров какие-то технологии обмена через правильное обеспечение, а у людей технологии какие-то иные. И вот сегодня моя как раз тема, чтобы я вам рассказал, что дает возможность обмениваться знаниями между экспертами, ну или экспертами, или учениками, не важно. А это как раз культура. Это как раз наша сегодняшняя с вами тема. И вот давайте будем расшивать. Итак, что является продуктом современной знаниям в эпохе? А продукт это какой-то что интеллектуальный продукт или какой-то знаний в продукт. То есть, это что-то, чем конкретно можно пользоваться. Сегодня это нарастает в цене. То есть, сегодня это стоит сильно дороже, чем гигабайты информации. Потому что знание может уместиться на листе формата А4 плюс эксперт, который поможет тебе в этом знании разобраться и применить. А гигабайт информации может тебе не дать ничего только запутать или вредно нести. Понимаете? Так вот, интеллектуальные продукты или услуги в обмене между людьми сегодня это современный тренд. Я, возможно, говорю сложные вещи, повторюсь, у нас же такой сегодня академический урок от воинов. И мы уже находимся в рамках МЛ-университета, а я вам обещал, что у нас в университете не будет базовых навыков. Я предполагаю, что таблицу умножения и азбуку вы уже знаете. И поэтому я вам сегодня буду говорить сложные вещи. Терпите. Ну, будет записи, надеюсь, вы еще сможете это посмотреть. У меня есть, друзья, шпаргалка. Я вам буду по ней кое-что показывать. У меня даже будет презентация. Ну, в зуме, ой, в зуме, мы уже с вами в инстаграме. Я не знаю, как показать презентацию. Может, я научусь со временем. Ну, может быть, я вам буду потом разворачивать экран. Ну, давайте мы будем считать, что про эпохи мы знания и историю прошли. Итак, давайте поговорим про культуру. Чуть подробнее. Но здесь нужно мне сделать еще одну преамбулу. Смотрите, чтобы команда экспертов хотела обмениваться знаниями, у них должна быть что? Какая-то цель. Какая-то общая цель. То есть, не имея этой цели, у них незачем. Ну, у них нет, знаете, желания искренне передавать что-то, что он знает. Дело в том, что знание может быть передано только в двух условиях. Один искренне хочет отдать, а другой хочет искренне принять. Только в этот момент. или один хочет отдать, а другой тоже хочет отдать. Называется обмен знаний. Но он должен быть что? Искренний. Поэтому я слово сердце показал. Тут хотя бы прозрачереп нарисован, но в общем я про сердце. Получается, что когда есть команда людей, которые между собой обмениваются через культурные коды, я произвести новый термин, чуть позже его расшифрую, и но тут возникает первая важная вещь. Смотрите, человек, находящийся в команде, он должен понимать, что без этой команды, без этих экспертов, у него что-то не получится. Получается, что та цель, которую ставит себе команда, она больше, чем цель каждого индивидуума. Больше. Ну, потому что если она меньше, ему нет смысла быть в команде. И тут возникает у каждого члена команды, который находится в сотруднических технологиях, сотруднические технологии, еще один термин, желание оставаться в команде. То есть, он сохраняет себя и свою экспертизу в команде. Это первый культурный код. Команда, понимая, что этот человек, этот эксперт нужен в команде тоже зачем-то. Получается, что команда тоже сохраняет человека в этой команде. То есть, если у человека нет мотивации быть в команде, он там не будет. Если у команды нет мотивации сохранить этого игрока, он не будет. Поэтому они все приносят критически важную пользу. Все, упал жетон. Едем дальше. Сейчас я вам дам еще три определения. Кооперейшн, Коллаборейшн, Коакриэйшн. Вроде бы три похожих слова, но они имеют некую эволюцию сотрудничества. То, что определяется красотой культурой. Культура это катализатор сотрудничества. То есть, культура это как программное обеспечение между компьютерами. Вот так же культура между людьми. То есть, если у нас есть культура убивать друг друга, материться, ругаться, драться, рвать волосы, делать повреждения, у нас сотрудничество не получится. Правда же? У нас какая-то должна быть иная культура, которая создает поле и атмосферу для обмена вот этими вещами. Если я сейчас для вас спрошу знаете какие-нибудь сотрудничества технологии? Разрушить легко. Есть технологии разрушения коммуникации. Например, подставить кого-то, собрать компромат, начать рассказывать матершинные анекдоты, хотя иногда можно и поржать, сделать непристойные жесты, слишком например визжать очень много. Мы проходили тренинг по выступлениям и когда ты говоришь на визжащих нотах, это бьет по ушам и тебе хочется бежать оттуда. То есть есть куча технологий как разрушить коммуникацию. такая антикультура давайте назовем. А какие знаете технологии, которые могут соединить страсть людей и приумножить ее в общении. Вот я про какую культуру говорю, а не про сопли. Давайте несколько перечислим перед тем, как мы перейдем к этим кооперейшнам, коокреэшнам и коокреэшнам. Например, у нас есть несколько правил. Такое правило, как комплименты усиления. Вот представьте, что походит мозговой штук. То есть мы собрались и мы решаем, как заработать больше денег. Нормальная цель. Например, мы своей компанией решаем, как выйти на товароборот 1 миллиард долларов. И вот мы лидерским звеном собираемся и что-то создаем совместно. Один выразил идею, а другой сказал, твоя идея полная дерьмо, чувак, ты вообще не прав, иди проспись, от тебя воняет, я вот сейчас скажу правильно. Потому что мое есть мнение правильное, оно единственное мое, все остальное неправильное. захочет ли первый человек продолжить мозговую штурму? Конечно нет. Конечно нет. И получается в этой команде будет прав тот, кто громче кричит, а тот, кто умнее, возможно, не захочет там быть. Понимаете, что я говорю? И поэтому у нас есть такой культурный код, то, что мы соблюдаем очень страстно это комплимент, а потом усиление. То есть первый комплимент, а потом усиление. Поэтому когда кто-то высказывает какую-то идею, сначала мы не находим какое-то зерно, что-то хорошее, а потом развиваем эту идею. И это заложено уже в ДНК мозговых штурмах. Второе есть культурный код, то, что катализирует например мозговые штурмы, например, как заработать, может быть у вас мозговые штурмы в семье, как построить дом или сделать дизайн, может быть родить ребенка тоже, может быть периодически нужны мозговые штурмы. Второе это синхронизация и интерпретация. То есть есть такой термин, когда я учился в Кембридже в Англии, меня научили такому термину common understanding единое понимание. То есть у нас есть команда, которая движется в одно направление в одну цель, у команды должно единое понимание цели однородное и стратегия, как мы это делаем. Дальше нужно развиваться на тактику, на задачи, ну и собственно мы реализуем этот вопрос. Так вот, если у нас понимание неоднородное цели и стратегии, тогда мы лебедь рак и щука. И поэтому есть такое слово, которое синхронизирует понимание людей. Поэтому когда человек что-то сказал, я что делаю? Я правильно понимаю и что перефразирую ту идею, которую он не сказал. Это называется синхронизация и интерпретация. То есть, если один говорит, а другие молчат, это беда. то есть, непонятно, кто что выдал, то что понял. Каждый понял свое, каждый пошел делать свое. А потом возникают конфликты, что опять разрушает культуру в команде и в целом не дает сотрудничественным технологиям развиваться. А если у вас в ДНК есть регулярная, постоянная синхронизация через интерпретацию, а интерпретация есть несколько форматов, как-нибудь тоже про это расскажу, мастер-классов у нас полно, сейчас нет просто целей, тогда это работает. Разобрались? Ребят, как-то там пишите, реагируйте тоже, чтобы я понимал, что я здесь не один. Итак, пошли в определении. Что такое кооперация? кооперация. Это самое простое, вот то, что у нас начиналось после, в момент вернее, перестройки, когда мы соединяем свои ресурсы, ну, для того, чтобы, что они сэкономить. Например, мы с вами решили построить гараж, и чтобы нам не строить лишние стены, мы объединили одну стену и крышу, например. Понимаете? То есть мы сэкономили это, вот мы скооперировались. Вот так вот возникали там кооперативные дома, кооперативные квартиры или кооперативы по производству колбасы, там, чего-то еще. Что такое co-creation? Это такое, знаете, co-creation, это когда мы вместе что-то сделали, но оно имеет ограниченный по времени и по целям потенциал. Наверное, вот самый прикольный пример академический, который мы рассказывали, что такое co-creation, это когда, ну, представьте, вот здесь остров, на острове живут разные звери, и остров загорелся. И зверям нужно свалить на остров другой, ну, не знаю, на Мальдивах, вот его видно следующий атолл, вот нужно просто с этого острова свалить. И, например, на этом острове живет черепаха и змея. Черепаха может долго плыть, но зато вот у нее там внизу брюшко есть, и когда она может плыть, ее может укусить змея, ну, какая-нибудь вражеская, и, соответственно, черепаха там не сможет дальше плыть. А змея долго плыть не может. Получается, что, ну, ее черепаха зато не может укусить. Змея и черепаха договариваются, вот на момент, что свалить с острова и доплыть. Змея прыгает сверху на панцирь черепахи, черепаха гребет, а змея обшикает на других змеев, чтобы те не лезли кому не по пути. То есть, они таким образом доплыли до острова и разбежались и жили своей жизнью. Вот что такое коллаборейшн, ну, коллаборации, что-то совместное поделали. Но есть еще такое слово, как co-creation, вот это сотворчество переводится, то есть, совместное творение. Сейчас я вам скажу определение сотворчества. И вы увидите, как это критично важно для знания его эпохи, для сотрудничества между людьми, между экспертами. Co-creation, это опять знание друзья из Кембриджа. Когда собрались два или больше человек, они не знают, что будет на выходе. Вот в первом случае, когда у нас была кооперация, было известно, мы строим гараж. Во втором случае, да, известно, мы там доплываем до острова. Вот в этом случае мы не знаем, что будет на выходе. Но мы точно знаем, мы точно уверены, что результат превзойдет, если бы мы действовали в одиночку. И у нас есть достаточно страсти и достаточно желания что-то делать совместно. И тогда мы начинаем совместно что-то сотворять. Вот этот Co-creation делает. И чем больше у нас этих вот знаний и их технологий, чем больше мы можем катализировать наше взаимодействие, тем нам лучше. Вот этим, друзья, отличаются эти вещи. Давайте я вам сейчас приведу, наверное, простые примеры. я открою презентацию, которую мы проводим на мастер-классах, когда учим людей онлайн-коммуникации. Я знаю, что сегодня очень трендово меня часто спрашивают «Валентин, расскажи еще раз по виртуальной команды, расскажи, как вы выстроили работу своей сетевой компании, физически не встречаюсь, мы уже несколько лет работаем онлайн, и пандемия никак не повлияла на нас, это для нас переход вообще не дал никакого спада». Только мы выросли на этом. Есть фишки. Вот готовы я сейчас вам эти фишки, друзья, расскажу. Тогда я открываю эту презентажку. Сейчас я вам покажу, что она не существует. Вот, смотрите. Ой, видно? Вот, тут презентажка. И я буду ее рестать и вам говорить. Итак, это называется онлайн-культура. Базовые вещи. Смотрите. Я уже не буду говорить, почему онлайн это круто, но все понимают, что в этом есть определенный ресурс. Хотя все стремятся в офлайн, это отдельная тема, не буду про это говорить. Первое, это подготовка рабочего места. Выходить на связь нужно тогда, когда у тебя есть связь. Вот смотрите, я сегодня с вами работаю, и у меня, надеюсь, меня хорошо слышно и видно. То есть, у меня не скачет интернет, я проверил, что у меня работает вай-фай, я выключил дома все шумы, то есть, у меня кулер, может шуметь, у меня холодильник может шуметь, у меня, Люба, дочка моя, приехала, свет, они сейчас у меня в бассейне тут загорают, я попросил их минут 30-40 меня не беспокоить. То есть, чтобы тут не хлопал дверью, никакого не было отвлечения. То есть, мы выходим на связь подготовленной. То есть, представьте, что мы приходим на какую-то встречу, физическую встречу, а у нас, например, немытые волосы и пахнет изо рта. Ну вот скажите, вот мы сидим за одним столом, мы зубы не почистили, вчера после будуна и пытаемся что-то скреативить. Правда, неприятно? Если тебе немного неприятно, значит, у тебя мозг, будет частичка мозга отвлечена на решение вот этого вопроса. Как отвернуться, Как там, или наоборот, как сделать так, чтобы у тебя не заметили, что там, ты вчера там, ну что так, извиял, как-то сказать. Ну, короче, был не лучшей формой. И получается, ты не можешь быть полностью погружен в процесс. В интернете связь очень непрочная и нужно ее держать, вот это внимание, особенно, если мы работаем. Если один позволил себе внутри команды вот что-то такое отвлечься, там, допустим, вышел, ну, даже, наверное, мятая майка здесь не при делах, но вышел как-то, не знаю, там, в алкоголичке, такой там, с пивом, такой весь такой, взлохмаченный, такой там, с какой-то там протертым лицом таким скомканным. Значит, другой говорит, а почему он вышел, а я не могу? И начинает ломаться, вот с этих мелочей начинает ломаться онлайн-коммуникация, начинает страдать культура и не возникает никакого, не то, что такой creation, коллаборишен никакого не будет. Поэтому ты настраиваешь, чтобы тебя было видно отлично и слышно, и не было никаких отвлечений. То есть, это стрёмно, когда ты делаешь на бегу, стрёмно, когда ты делаешь это в автомобиле, стрёмно, когда у тебя там на фоне кричат дети, лают собаки. Я даже окно закрыл, чтобы не было слышно соседских петухов. Хотя мне жарковато здесь, но я понимаю, зачем я это делаю. Чувствуете, к чему я планирую? То есть, настраиваешь освещение, настраиваешь звук. Я купил себе треногу, ребята, я сами стою стоя, а не сидя, потому что я понял, что когда там разговариваю стоя, то больше энергии. Когда я сижу сидя, у меня такое расслабленное состояние. Когда я стою стоя, я могу что? Двигаться руками, что-то там махать, показывать вам компьютер. Это гораздо лучше работает. Едем дальше. Есть простое правило. Вот мы такие собрались на Zoom. Вы собрали свою команду или пришли сами. И вас, например, 10 человек. И, например, трое не включают камеру. Что это означает? Для нас это означает, что встречи нет. Это такой культурный код. Если ты не вышел с камерой, это все равно, что ты пришел за круглый стол на встречу, но что отвернул или в принципе не пришел, стул стоит пустой. То есть очень важно не просто включить камеру и такой лежать там. Вот я когда провожу какие-то презентации, вебинары, можете обращать внимание. Например, у нас Zoom и там, не знаю, 200 человек. Ну, то есть там, не знаю, сколько там, куча экранов, ты их листаешь и пролистываешь. Как только я вижу, например, включена камера, виден потолок, не видно человека, я удаляю этого человека, удаляю камеру. Если я вижу, что человек, допустим, у него так сделана тень, а сзади окно его не видно, я удаляю это видео. Потому что я считаю, что ты культурный код не поддерживаешь. И поэтому ты должен находить на встречу, если ты хочешь реально научиться или ты хочешь создать виртуальную команду, вот таким образом. Нет камеры, не пришел на встречу. Нет интернета, не пришел на встречу. плохой звук, прикинь, там 150 человек, из-за того плохого звука все испытывают стресс. Еще один хинт есть. Когда ты приходишь на Zoom конференцию, ты не только включаешь камеру, но ты выключаешь микрофон. Потому что, если у тебя микрофон включен, то услышат, что твои шорохи, стуки, люди. Если каждый стукнет по разу, 150 человек, представьте, что будет. Получается, что если ты на 3 человека, на 5 человек не можешь наладить но вот это онлайн общение, как ты будешь масштабировать свой бизнес на 1000 человек? Как? И это культуру нужно внедрять. Поэтому культуру нужно, с одной стороны, знать, культуру нужно, что соблюдать самому и влиять. То есть, вот если люди приходят, твои, твои представители, ну ты ему пиши в личку, позвони ему, напиши ему как-то сообщение, повлияет, что он в следующий раз так не делал. Вот это все культурные коды, которые что? Либо вот ты пришел, и вы знаете, как обычно, как меня слышно, как меня видно, и полчаса, короче, проверка. Кому интересно это смотреть? Мы должны сразу прийти и сразу начать работать. Это катализирует. Если мы понимаем, что культура не развивается, там нормальных людей не будет. И мы на этом просто, друзья, теряем. Едем дальше. Ротация пространства. Это тогда, когда ты можешь что? Менять свой угол зрения. То есть, например, я могу камеру поставить здесь, пообщаться с вами, а могу выйти сейчас на бассейн или в баню. И вы будете видеть разный задник, вы будете видеть закат, что-то еще. И это будет тоже создавать определенное ощущение энергетическое. Не буду этим останавливаться, это хинт. Часто бывает, у нас так, что у нас включен экран, а мы пальцами набиваем какой-то текст. Ну, выводы, например, или работаем в чате. Так вот, критично важно, что когда ты находишься, например, в зуме, тоже выключишь микрофон, чтобы не было слышно, как ты щелкаешь пальцами. Дальше, верим. Просто сидеть и смотреть это мало. Это мало. Я вот сегодня вам выдаю какой-то контент, не знаю, записываете вы или нет, но у нас есть привычка. Мы фиксируем главные выводы или инсайты, либо где-то в чате, либо, что лучше, в гугл документах. Почему плохо фиксировать заметка? Потому что заметка доступна только тебе. А если это гугл документ, в котором есть, например, колонки, или там понятно, кто написал, ну там есть никнейм или что-то еще, то ты фигачишь выводы, другие фигачат выводы, и ты тут же видишь, как у тебя что, растет вот этот вот документ с выводами. И получается, после работы с экспертом, после какого-то тренировня, ты просто берешь готовый материал для внедрения. И он не от тебя только, потому что ты можешь что-то пропустить, а другой может пропустить что-то другое. Он для всей твоей команды. Вот вы когда будете приходить к нам на Мэлэм университет, я вам рекомендую так поступать. Вот вы пришли, команда как бы рекомендовали, ну помните, там 3 плюс 1 или что-то такое у нас было. Работайте по этому принципу, больше просто унесете, ну это же выгодно. Мы рекомендуем работать с двух устройств. Например, у тебя на компьютере может быть сама картинка из Zoom, а в телефоне ты можешь работать с Google форумами или заметками, или наоборот. Потому что, когда ты, например, только с айфона вышел, и тебе ты переключаешь сейчас заметки, тогда гаснет твоя камера, тебя не видно. Поэтому, коль мы сегодня говорим про виртуальное сотрудничество, про виртуальную культуру, это тоже хинк, иметь два устройства. Еще, друзья, одна подсказка есть. Когда у тебя маленький экран на компьютере, ну или на айфоне, ты видишь не всех, и ты пропускаешь какие-то невербальные признаки. Поэтому, если вы находитесь дома, мы рекомендуем подключать к девайсу. Вот у меня сзади стоит телевизор большой. Когда я провожу большие зумы, я стараюсь подключать туда, тогда у меня что? Картинка широкая, большая, я всех вижу. Это тоже один из хинков. Что еще? Так, сейчас я это пролистаю. А, вот еще, вот еще что важно. Важно иметь свой профайл. То есть, вот здесь мы с вами находимся на прямой трансляции, и, в принципе, можно зайти в шапку профиля и узнать, кто есть кто, если она нормально сделана. Но если вы находитесь в зуме, вот там мало у кого сделан профайл. Поэтому, сделайте туда свою фоточку, пока там заставка что-то была, и назовите себя нормально. Чтобы там не было там кракозябли, как-то написано, там чебурашка, а чтобы было написано имя, фамилия. И тогда вам понятно, как обращаться. Это такой маленький хит, это знаете, это как раньше на физических встречах у тебя был бейджик. То есть, на бейджике написано имя, фамилия, ну и там должность, не знаю, или там название компании, если это уместно в данном контексте. Поэтому, это тоже момент помогает взаимодействовать. Но, особенно, если у нас большое количество людей и много там незнакомых людей. Так, что еще? Вот еще что. Если вдруг оказалось, что вы находитесь в зоне слабого интернета, ну, допустим, у меня бывает в Сочи, раз там электричество вырубилось, вай-фай пропал, тогда я стараюсь включать два устройства. У меня может быть на одном устройстве видео, а на другом устройстве звук. Потому что, когда ты работаешь, например, через 3G, но в одном устройстве, у него может не хватать скорости и может заикаться звук или виснуть картинка. Поэтому, просто делайте два подключения к зуму и работаете таким образом отдельно на видеокартинку, а другое на звуковую дорожку. что еще? Про телеграмму я сегодня не буду рассказывать. Так, секунду. Про гугл-форму я уже рассказал. Подробности тоже не буду, это другой раз, чтобы сократить. все, наверное, с точки зрения презентации, друзья, все. Едем дальше. Едем дальше. Немного осталось. Немного. Что такое культура? Давайте, сейчас я вам дам свое знание, которое я приобрел в Мельбурге, Австралии. Культура это четыре вещи. Первое, это ценности. То есть, культура стоит на каких-то ценностях. Ценности, из них выходят какие-то принципы. То есть, принципы, которыми вы руководствуете. То есть, ценности, это то, что мы разделяем. Это вот то, что для нас критично важно. То, что мы никогда не перешагнем и не предадим. И на основании этого строятся принципы. Ну, вот вы знаете, допустим, принципы, которые в Библии написаны. Они стоят на ценностях, которые там указаны. Дальше. Как только мы смогли сформулировать принципы и понятия, мы начинаем формализовать правила. Вот я сейчас вам рассказал примеры правил онлайн-коммуникации. Примеры правил создания виртуальных команд. А потом, когда вы сделали правила, у вас появляются атрибуты, как вы эти правила демонстрируете. Теперь давайте пример какой-нибудь. Ну, например, наши ценности, что мы несем людям исключительно добро, мы не хайпуем, мы не обманываем, мы не обещаем бурного, бесплатного какого-то, ничего не делочного роста. Мы говорим про то, что если ты пришел и поднял свою компетенцию, стал экспертом, значит, у тебя будет гарантированно получаться. то есть наши ценности я озвучил, из этих ценностей какие уходят принципы повышать свою экспертизу. Какие правила здесь? Например, если у тебя есть твой наставник, значит, ты просто свято веришь ему и следуешь ему, что он сказал, если ты воспринимаешь его как наставника. то есть ты не саботируешь то, что он говорит, ты не проверяешь то, что он говорит, я сейчас вам правила прямо диктую, ты никаким образом не ставишь под сомнение, не прокрастинируешь, а ты стараешься любую его рекомендацию выполнить максимально быстро. Понимаете, сколько правил вокруг этого возникло? То есть правила, с одной стороны, они нас ограничивают, но с другой стороны, если есть наставник, эксперт, который хочет тебя, например, научить сетевого маркетинга, а ты его не уважаешь, ты ставишь под сомнение его экспертизу, ты троллишь его, то есть что-то еще не будет этой передачи знаний. Какими атрибутами мы демонстрируем свое отношение к наставнику? Вот я сейчас говорю в данном контексте. Например, каждый раз, когда мы рассказываем свою историю или показываем свой кейс или коммуницируем с кем, что мы делаем? Мы выражаем благодарность своему наставнику. Это атрибут благодарности. Каждый раз, каждый раз, каждый раз, даже если наставник уже что, меня не учит. Но он меня когда-то научил, и благодаря ему я приобрел этот знаний и мой актив, который мне помог выйти на новый финансовый уровень. Пожалуйста, вот он пример. Ну и напоследок, что я сегодня еще запланировал вам сказать. Знаете, я рос в 80-е годы и застал, конечно, 90-е, и я думаю, все знают слово понятие. Слышали слово понятие? Вот можно жить по понятиям. То есть, можно жить по понятиям, а можно жить по закону. Я не хочу слово понятие применять. Давайте я назову это нормой морали. Вот есть нормой морали, а есть нормой права. То есть, нормой права это то, что написано в законодательстве, а нормой морали это вот те понятийные культурные вещи, которые меня соединяют с каким-то сообществом. Так вот, если внимательно посмотреть на то, что я говорил, то есть очень много жизненных аспектов, когда нормы морали сильнее, чем нормы права. Понимаете, о чем я говорю? Если вы посмотрите на вот эти комьюнити, которые сегодня держат весь мир за какие-то места, многие из них живут по своим нормам морали от этого сообщества. И вот это культурное явление, где вот все основано на ценностях, где вот есть выраженные атрибуты, которые, ну, которыми мы показываем свое правило и те принципы, да, на которых стоят ценности, они гораздо сильнее, чем законодательная история. Конечно, круто, когда они еще соединяются. Вот, друзья, что такое культура? Конечно, это не рассказать за 30 минут, как я с вами сегодня планировал пообщаться. И даже за 40 не рассказать, и даже за академически частный рассказать. Я сегодня хотел пробежаться вот так вот по верхам, чтобы вы поняли, насколько это глубокая вещь. Я изучаю ее, наверное, уже лет 7-8, и чем больше я погружаюсь в этот айсберг знаний, тем мне больше интересно. И я схвачиваю вокруг себя людей, которые готовы быть вот в этой культуре. Поэтому мы говорим, например, создавая МЛМ-ниверситет, что эта зона свободная от рекордината, что мы не позволяем там говорить бренды компании, мы не позволяем там что-то продавать, спамить, рекламировать. Мне, кстати, приходило несколько заявок, типа давайте мы на МЛМ-ниверситете за деньги будем что-то рекламировать. Нет, нет и нет, потому что это противоречит правилам, которые противоречат принципам, которые противоречат нашим ценностям. то мы хотим, зачем делаем университет, чтобы поднять эту профессию МЛМ-щика на качественно новый стандарт, на качественно новый уровень, стать уважаемыми людьми. Вот. Ну что, я надеюсь, что было непросто, а я просто не умею и не хочу, мне самому скучно, но надеюсь, что было интересно. И поэтому, друзья, если у вас есть какие-то вопросы, давайте задавайте, я на них отвечу либо в прямом эфире, либо отвечу на них потом в своих постах, в своих сторисах или в следующих прямых эфирах. Поэтому можете задавать вопросы здесь, можете задавать вопросы мне в директ, можете задавать вопросы в комментариях к какому-то посту, ну, все равно. Давайте эту тему дальше развивать. Ну что, надеюсь, что вам было все хорошо, как и мне с вами. Всем респекта, хорошего дня и будьте в культуре. Давайте это делать бизнес честным, вместе на этих правилах. И с таким посылом обнимаю и сердечко посылаю. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok